Друзья, уважаемые коллеги, мы рады вас видеть на сегодняшнем таком замечательном событии. Это премьера картины. Картины действительно достойны уважения, внимания. И я хочу представить мастера, который как раз и создал сценарий, и снял как режиссер-постановщик, и просто большой мастер Владимир Владимирович Бортко, настоящий патриот киностудии «Ленфильм». Потому что все съемки в декорациях проходили на нашей киностудии. А вся натура была той натурой, которую вы увидите. Это и Лондон, это и Каир, в общем, увидите и Швейцарию. В общем, все увидите, это все по-настоящему было. И потрясающий звездный состав. Если бы мы сейчас пригласили съемочную группу, это больше ста человек. И огромный звездный состав, который давно-давно уже не видели. Мы с вами, и в этом составе, и Армен Джигарханян даже появляется в эпизоде. А потрясающий саундтрек Игоря Кутова. И все вместе. Все вместе. Это, конечно, заслуживает большого уважения, внимания. И вот я хочу Владимиру Владимировичу слово. Спасибо большое, большое спасибо моему хорошему, знакомому директору студии Ленфим за то, что этот кинофильм показан вам. Ибо этот был достаточно сложный, он смелый человек. Вы будете смотреть достаточно сложную картину, несмотря на название «Шпиона». Вообще у меня беда. Вы знаете, вот, кстати, кто пишет про кино, они тут редко обращают на это внимание. Потому что, по сути дела, это достаточно сложная картина, а по форме это похоже на мейнстрим. Это не так. Это достаточно сложная картина, поверьте мне. И смотреть ее, может быть, даже не так весело, как ожидается. Что я хотел сказать? Я хотел сказать еще вот что. Это производственная драма, как я говорил. Я уже объяснял как-то в начале. Что имеется в виду производственной драмы? Когда я был маленький, потому что мне сейчас 70 лет, а маленький я был или в 30, я начинал работать на студии Ленфим и снимал свой кинофильм. Первый кинофильм. Назывался он, сначала стою над снегами, потом комиссия по расследованию. Вот это типичная производственная драма. Атомная станция, хороший главный инженер, передовик и директор, который, значит, консерватор. Между ними проблема. Правда, поджигается про это атомная станция, но двух снимок. Вот такая вот история, которую пришлось снимать. И сейчас мне пришлось вернуться к тому же практически. То есть, кто эти люди? Кто он такой? Не очень. У палача работа честнее. Он рубит голову, он знает, что он делает. Ну, что там. А этот что делает? А этот ворует, шантажирует, обманывает и вообще живет не так, как нужно. Там хорошо, если две жены, а если три, по заданию партии правительства. Причем по заданию партии правительства не только наши. И Вашингтонского обкома, и кто там у нас, МОСАДы, и все остальное. Они в этом случае одинаковые. Это накладывает опечаток. Как можно себя чувствовать после этого всего? Можешь себя здесь честным человеком считать или нет? Вот, собственно, поэтому и посвящена эта картина. Всему вопросу. Ибо этот вопрос может нести и к себе. А как ты, мол, Вова, ты всегда, ты как это, железобетонно, прямо? Или все-таки есть иногда что-то грызет, а может быть не так, а может быть надо было по-другому? Вот это вот я и хотел сделать. Ибо это просто, почему шпионская история заострена до предела. Потому что, ну, самые сложные коллизии морально-этические происходят именно в этой профессии. Обманывать любимую девушку, в которой ты живешь, оно не очень хорошо, противно. Ну, наверное, не один он это делает, но, во всяком случае, он это делает по заданию. Просто потому, что так надо. Это один маленький штрих, потому что там есть еще и другое. Посмотрите, пожалуйста, эту картину. Я не думаю, что это будет какой-то такой дикий, страшный, обвальный успех, потому что все думают, что это прошпио, но это не прошпио. Я еще раз благодарен безумно человеку, стоящему рядом, который оказался смелым. Он у меня на работе в разведке. А вот, и пытается показать эту картину. Я буду очень доволен, если то, что я говорю, вы увидите на экране. Больше ничего, пишите то, что вам стоит нужно. Еще я могу сказать, все мои картины, все буквально до одной, были разнесены в пух и прах вначале. Начиная от собачьего сердца. То есть больше гадостей мы никогда не видели. Я думаю, это будет ожидать та же самая судьба. Хотелось бы потом было как у собачьего сердца. Было бы хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо, приятно. Спасибо.